Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кир Юхтенко. Итак, подводим итоги недели на валютном рынке. Благо, на этой неделе нам есть чему порадоваться. Если мы с вами посмотрим на график пары USD-RUB, то увидим, что семидневка оказалась очень даже удачной для российской валюты. После того, как мы протестировали пики выше отметки 70, у нас на дневном графике образовалось так называемое медвежье поглощение. Вы видите эту сильную красную свечу, которая поглотила предшествовавшую ей зеленую свечу. И далее цена пошла на снижение. Сейчас мы тестируем локальную линию поддержки. Посмотрите, вот она у нас проходит по недавним минимумам. Сегодня в пятницу доллар опустился ниже, но, как мы видим, несколько подзавис пока на этих уровнях. Что происходит? Ну, во-первых, я хочу отметить общее улучшение настроений на развивающихся рынках на этой неделе. Наверное, тренд этот заложил Банк Турции в первую очередь, который очень резко повысил процентную ставку до 24 процентов. Такое неожиданное ужесточение политики показало инвесторам, что все под контролем, что Банк Турции может контролировать кризис. И это действительно позволило не только турецким активам, но и многим другим развивающимся рынкам отыграть падение, которое мы с вами наблюдали в августе-сентябре. Ну и сегодня в пятницу, конечно, самой главной новостью недели стало решение Банка России по процентной ставке. Что у нас здесь из основных событий? Банк России повысил, как мы, возможно, вы уже слышали ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она находится на уровне 7,5 процентов. Это значит, что скорее всего, многие банки повысят доходности по депозитам предлагаемым и, естественно, конечно, подражают и кредиты, если этого еще не произошло. Потому что я знаю, что Сбербанк, там, Райфайзенбанк точно еще в августе начали повышать ставки. То есть, по всей видимости, ожидание повышения ставки ЦБРФ уже витало в воздухе. Но, зачитаю комментарий ЦБРФ, изменение внешних условий усилило инфляционные риски, что, собственно говоря, и заставило ЦБРФ пойти на повышение процентной ставки. Действительно, ЦБ предполагает, что инфляция будет расти в ближайшие месяцы и может достигнуть пика в 5-5,5 процентов в конце 2019 года. Официальная, конечно же, инфляция. Ну, конечно, это не 15 процентов, но мы видим, что ЦБРФ постепенно готовится к повышению инфляционного давления. И вот не нравится ЦБРФ, возросшая волатильность на мировых рынках, решил ЦБРФ стабилизировать курс рубля. Ну, безусловно, для валютного рынка решение ЦБ по ставке это плюс, потому что, по крайней мере, оно показывает, что ЦБ не все равно. ЦБ готов действовать, ЦБ готов принимать меры для стабилизации финансовых рынков. Это, в принципе, хорошо для рынка. Для нас с вами, конечно, вопрос, потому что, ну, конечно, повышение ставки, начало такого повышательного цикла, это большой удар по экономике, это удар по потребительской активности, по ритейл-сектору в первую очередь. И это нужно понимать тем, кто инвестирует на рынки ценных бумаг, если вас вот интересуют именно эти направления. Я бы сейчас немножечко задумалась о том, стоит ли делать большой акцент в своем портфеле на такие бумаги. Ну, там тот же самый, не знаю, Магнит, к примеру, или компании, которые занимаются более высоким ценовым сегментом. Но, на самом деле, повышение ставки ЦБРов это важно, но это все-таки еще не самое интересное. Самое интересное, на мой взгляд, это заявление ЦБ о том, что будут приостановлены покупки валюты для пополнения резервов в рамках бюджетного правила вплоть до конца 2018 года. Я напомню, что в конце августа ЦБ сказал, что притормозит до 30 сентября, а сейчас, оценив внимательно все внешние риски, ЦБ решил до конца года перестать валюту на внутреннем рынке закупать. И также Набиулина сказала, что, возможно, позже, уже в 2019 году, вот эти отложенные покупки будут компенсированы, но пока здесь рано какие-то делать по этому вопросу прогнозы. Что это значит? На самом деле, это означает одну очень такую тонкую вещь. Это означает, что, вполне возможно, вернется зависимость курса рубля цены на нефть в ближайшие несколько месяцев. То, от чего мы уже практически отвыкли, потому что у нас ЦБ постоянно присутствовал на рынке, и как крупнейший игрок, конечно, несколько вот раскоррелировал рубль с нефтью. Но сейчас ЦБ уходит, уходит надолго, и мы ждем, что рубль будет повторять динамику нефти. А что там с нефтью? Нефть у нас дорогая, выше отметки 78 мы держимся и пытаемся вернуться в восходящий канал. Я думаю, что на недельном графике будет немножечко нагляднее выглядеть то, что происходит с ценой на нефть. В принципе, здесь пока у нас нет ярко выраженных никаких медвежьих сигналов. Ну, да, мы находимся близко к многомесячным максимумам. Но Международное энергетическое агентство сегодня и вовсе опубликовало прогноз, согласно которому нефть может уйти выше 80 долларов за баррель. Причем в довольно короткой перспективе, потому что сокращается добыча в Венесуэле и Иране. В Венесуэле, потому что в экономике большие проблемы, и просто не может государство поддерживать те все мощности по производству ресурсов, которые в стране имеются. А Иран через два месяца попадет под жесткие американские санкции, которые очень сильно ограничит экспорт иранской нефти на мировой рынок. МЭА, Международное энергетическое агентство, говорит, что это приведет к росту цен на нефть. С одной стороны. А с другой стороны мы видим любопытную историю. МЭА, это, кстати, американский институт у нас. С другой стороны мы видим, что представители США на этой неделе приезжали в Россию и на полном серьезе практически уговаривали Россию нарастить добычу нефти, чтобы избежать скачка цен, о котором как раз таки предупреждает МЭА, потому что дефицит, который изобразуется в первую очередь из-за Ирана, должен быть компенсирован. Трампу нужно снижение цен на бензин перед выборами в Конгресс, поэтому вот он и его коллеги готовы к дискуссиям с Россией. Любопытная история. Кстати, вот американская делегация приехала в Москву, оттуда отбыла в Саудовскую Аравию, чтобы договариваться с саудитами. Интересная деталь, потому что, ну, фактически мы видим, что Америка-то в нас тоже заинтересована отчасти, не только мы в ней. И здесь, на мой взгляд, логичным образом приходит в голову предположение, что, может быть, если Америке нужно, чтобы мы дорастили добычу, настолько этот вопрос для них актуален, может быть, как-то все-таки удастся провести какие-то переговоры по смягчению санкций. Вот это как-то, в принципе, похоже на первый луч надежды. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Ну и по нефтяному рынку 17 сентября мониторинговый комитет ОПЕК встречается, и 23 сентября встреча министров энергетики в Алжире. Вот так что там заголовки будем внимательно мы отслеживать на новую неделю. Ну и вернемся к доллару. Еще раз у нас Банк Турции хорошо был у нас для рубля на этой неделе. Банк России добавил своей жесткой руки на рынок. И плюс ко всему у нас 13 сентября вышли новости об инфляции в США, которая за август довольно неожиданно замедлилась. И это позитивный момент, потому что я напомню, что у нас самое главное событие сентября, 26 сентября за ситаницей БРФ. И ожидается, что ставка будет повышена в диапазон 2-2.25. Вероятность 97,4%. Это я вам показываю фьючерс на ставку. Но, то есть в повышение 26 сентября рынок верит, а вот второе повышение 19 декабря теперь находится под небольшим вопросом. Ну вот пока вероятно 77%, но она вполне может снижаться. И вот данные по инфляции за август это такой неприятный сигнал, который немного подослабил доллар, в принципе, на всем мировом рынке. Поэтому мы с вами видим, что фактически на этой неделе довольно неплохо сошлись звезды для российского рубля. Что дальше? Ну, еще раз, да, я не претендую на то, чтобы быть бангой. Я стараюсь собрать всю доступную информацию, ее отсортировать, рассказать вам самое важное и поделиться своими выводами. Поэтому примите, пожалуйста, мою позицию в этом смысле. Я надеюсь, что все-таки нас смотрят адекватные люди, которые, я еще раз подчеркну, прекрасно понимают, что никто вам никогда не скажет, сколько будет стоить доллар на какую-то конкретную дату, на какое-то конкретное время. Но это не бывает. Если кто-то вас пытается убедить в том, что он знает, сколько будет стоить доллар через 4 дня, то он вам врет. Ну вот как бы, я думаю, что я доступно вам объяснила. Вот, а что касается доллар-рубля, мы на этой неделе тестировали уже уровни выше 70, но пока это больше похоже на ложный пробой, потому что мы видим, что мы откатываемся вниз, откатились довольно солидно. И, ну, в общем-то, в текущих обстоятельствах все меняется. Все меняется после заявления ЦБ о том, что заморозит покупки валют. Это была неожиданная новость для рынка. И в таком контексте я бы сказала, что у нас открываются ворота для коррекции на 66. В ближайшее время, если, да, здесь очень важная оговорка, если не будет жестких новостей по санкциям, которые сейчас обсуждаются. Но у меня появилась надежда, что все-таки, может быть, санкции будут не такими жесткими, вот учитывая ситуацию по нефти, которую я только что анонсировала. Поэтому в целом я бы предположила, что мы можем продолжить движение на 66. Если не будет объявлено жестких санкций, и если не будет каких-то очень плохих новостей с развивающихся рынков. Поэтому в любом случае мы с вами так или иначе вынуждены мониторить нефтяные заголовки, новостные заголовки по санкциям, по развивающимся рынкам, и делать из них выводы. Но если смотреть вот именно на текущую картину, на статус-кво, да, я бы сказала, что на 66 мы в текущих условиях вполне можем входить. Вот так выглядит, на мой взгляд, расклад на ближайшее время. Друзья, у меня все на этом на сегодня. Я вас благодарю за внимание. У нас сегодня такой довольно неофициальный выпуск. Вы видите, что я обещаю, не из нашей основной студии. У меня небольшой отпуск. Но мы, как всегда, с вами на связи. Если это видео было вам полезным, не забудьте наградить нашу команду лайком под видео на YouTube. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами по какой-то причине. Пишите в комментариях, что вы думаете, как заседание Банка России повлияет на курс рубля. Это временное ослабление, на котором нужно закупаться. Или же действительно рубль меняет свою траекторию движения. Кстати, в долгосрочной перспективе я по-прежнему полагаю, что до конца года мы 75-то можем потрогать по доллару. Можем. Мне кажется, что риски-то все равно сохраняются. Такого развития событий. Другое дело, что просто появился простор для коррекции. До тех пор, пока у нас этот гэп пока не поступило каких-то новых жестких новостей от наших заокеанских коллег. Спасибо за внимание. Я напоминаю, что с вами была команда проекта InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко. И до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова